Доброе утро, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать на нашем сегодняшнем занятии. Тема нашего занятия касается проектирования современного урока. Ну, немножко разберем это понятие, да, как вот обычно у нас говорят, урок ПАВГОС. С вами сегодняшнее занятие буду проводить я, Медведева Наталья Ивановна, методист Центра начального образования, издательство просвещения. Круг наших вопросов, ну, достаточно небольшой, но он объемный, скажем так. Сегодня мы рассмотрим рамочные требования к уроку с позиции Федерального государственного образовательного стандарта начального образования. Какие инновационные элементы педагогических практик применяются на уроке, какие варианты, методы, приемы разберем. Также я хотела, вот, если мы будем с вами достаточно глубоко, и вам будет интересно раскрыть этот вопрос, хотела бы, чтобы вы поделились своим опытом работы по проектированию современного урока, какие элементы вы применяете. Ну, достаточно пространственно можно не писать, я думаю, что, ну, как пример, например, там, в нескольких словах. Разберем основные этапы урока, и на примере завершенной предметной линии русский язык, автора Валентины Павловны Канакиной, учебно-методического комплекса Школы России, и мы посмотрим, как можно смоделировать урок. Ну, опять же, хочу сразу оговориться, это не модель, да, скажем так, к действию, это как пример, например, да, что можно использовать, какие приемы можно использовать, как можно интегрировать, например, электронные образовательные ресурсы, печатные учебники, и если уж касается, да, русского языка, то, конечно же, это выполнение письменных работ, и в этой связи тоже хотела бы немножко пообщаться, ну, буквально там уделим, ну, наверное, 5-10 минут. Посмотрим по времени, ну, тут видите, как у нас небольшая задержка произошла. Итак, у меня сразу же возникает вопрос, ну, есть такое понятие современный урок, традиционный урок. Как вы понимаете, что такое современный урок? Ну, что вообще от вашего представления, если можно сейчас вот в чате, я вот смотрю, все больше людей подключается, хотела бы, чтобы приняли все участие, высказали свое мнение или же, ну, уже определенное знание в этом понятии современный урок. Ну, пока я буду ждать, вот, может быть, появятся некоторые моменты, некоторые фразы, скажем так, ответы на этот вопрос. Ну, я немножко раскрою, да, мы с вами знаем, что, да, достаточно большой промежуток времени, как сейчас принято говорить, мы работали по традиционной схеме, то есть у нас уже были четко обозначенные рамки урока, определенные цели, задачи образовательные, и учителю было понятно, как проектировать урок, как его строить, какие этапы урока обозначены уже были, да, существовали уже достаточно подробно разработанные металлические рекомендации, и в момент принятия федерального государственного образовательного стандарта резко все изменилось. Стало достаточно сложно педагогам, скажем так, воспринять такое понятие как формирование метапредметных универсальных учебных действий, метапредметных планируемых результатов, какое направление идти, в чем это заключалось. Люди проходили курсы образовательные, и я могу точно с уверенностью сказать, что вот на данный момент не все понятно еще в этом направлении. Вот я сейчас видела ответ, к сожалению, как бы мне посмотреть, да, по поводу... Да, вот, значит, современный урок, да, направленный на достижение личностных метапредметных предметных результатов, математического телеполагания, рефлексы. Вот Елена Андреева ответила на этот вопрос, Марина Анучкина, большая доля самостоятельности обучающихся, то есть мы работаем в направлении научить детей учиться, да, правильно, совершенно верно. В главной роли выступает ученик современного урока, там, Алена Николаевна Попова нам ответила на этот вопрос. Ваш ответ, да, вот еще, сейчас, секундочку, я поднимусь выше, реализация системно-деятельностного подхода. Абсолютно верно, то есть я сразу вижу, да, что вы, коллеги, уже достаточно подробно изучили это понятие, и абсолютно верно, современный урок включает в себя несколько, ну, скажем, направлений позиций. Ну, в первую очередь, естественно, это личностно-ориентированно. То есть принципиальное отличие, да, идет новых стандартов, и заключается это отличие в том, что целью является не предметный, да, а личностный результат. То есть, да, скажем, оно так и есть, да, на данный момент почему-то достижение предметных результатов не так важно, как достижение метапредметных результатов. То есть сейчас мы с вами наблюдаем на тот момент, как ребенок развивается, да, как он осваивает определенные навыки, определенные способы действия для достижения того или иного результата. Но мы еще немножко вернемся к этому вопросу. Следующий момент, да, современный урок – это деятельностный урок. То есть это основа, в основу закладывается системно-деятельностный подход. Ну, цель этого системно-деятельностного подхода заключается на развитии не только личностных качеств, да, обучающихся, но и на освоении универсальных способов действия. Ну, в стандарте прописаны виды деятельности, которые должен овладеть младший школьник. Школьник, ну, именно эта деятельность, ну, а не совокупность неких знаний определена стандартом. И современный урок также – это компетентностный. То есть в центре внимания оказываются уже не знания ученика, а способ применять эти знания на практике. То есть, другими словами, это его компетентность. Ну, и вот мы сейчас с вами, эти все моменты, да, вот прописаны на слайде. То есть мы видим, что особенности современного урока заключаются, ну, в трех параметрах. На самом деле, вот у меня здесь три обозначенные, но они где-то где-то около пяти. То есть, во-первых, это системно-деятельностный подход, то, о чем мы сейчас вам и говорили. Следующий момент – подходы к определению планируемых результатов. И подходы к информационно-образовательной среде. То есть, при проектировании урока, при продумывании учителем моментов, которые будут направлены на достижение того или иного результата, учитель анализирует, какие же способы он может применить для достижения планируемых результатов. Какие инструменты информационно-образовательной среды будут ему на данный момент полезны. Ну, в этой связи я хочу сказать, что сейчас, ну, и упор делается на то, что необходимо использовать учебно-методический комплект не только вот ядро, да, которое туда входит, хотя мы с вами знаем, что это основа, да, основа ядро учебно-методического комплекта, это учебники в печатной электронной форме, рабочая программа, методические рекомендации. Ну, и для достижения тех или иных результатов необходимо дополнительные задания, которые будут направлены именно на формирование метапредметных планируемых результатов, на их достижения. Здесь, конечно, в учебно-методическом комплекте достаточно широко представлены, ну, так называемые шлейфовые пособия, то есть это тетради учебных достижений, тесты, тетради контрольных работ, сборники диктантов по русскому языку. И все эти пособия направлены на формирование, на отработку полученных умений именно тех начальных универсальных учебных действий, тех задатков, которые закладываются в начальной школе. Это основа тех компетенций, которые будут развиваться и в основной, и в старшей школе. Вот абсолютно, да, я вот смотрю, да, комментарии. Я очень рада вашему активному участию. Конечно же, всю деятельность мы ориентируем на планируемый результат. Вот Ирина Гончарова, да, ответила. Ирина Гриднева, очень активно. Я очень рада. Спасибо большое за участие. Я думаю, что в чате можно именно делиться своими, скажем так, знаниями, опытом. И следующий момент, который я хотела бы, ну, не только отразить, но и сконцентрировать ваше внимание на нем. К сожалению, да, вот, да, во главу угла ставится достижение метапредметных результатов. Но достижение метапредметных результатов невозможно без достижения предметных результатов. Вся деятельность на формировании метапредметных результатов, особенно на тех предметных знаниях, которые получает ребенок в период обучения. То есть, другими словами, мы учим детей учиться на основе предметных знаний, которые даем. И эти способности, эти способы усвоения знаний мы перекладываем на обычную жизнь. То есть, мы даем детям понять, что вот способ, например, поиск информации вы использовали вот для того, чтобы, ну, скажем, найти информацию о том или ином, например, что такое несуществительное. Ну, например, да, я говорю. Этот же самый способ вы можете использовать, если вам нужно найти информацию, которая будет соответствовать вашим интересам. Или же будет соответствовать тем целям, которые вы перед собой ставите, например, поиск информации для того, чтобы я хочу, например, научиться кататься на лыжах, какую технику мне лучше использовать. Ну, это я вот, например, так говорю. И поэтому, еще раз повторюсь, да, формирование метапредметных умений, направление деятельности для достижения метапредметных результатов, мы, конечно же, закладываем на основе полученных предметных знаний. Ну, и далее, сейчас перед вашими глазами слайд, на котором, в принципе, понятна информация, да, чем же, собственно, согласно федеральному государственному образовательному стандарту состоит основной результат образования. Конечно, мы уже с вами сказали, что это, естественно, упор делается на личностное развитие обучающихся. То есть в основу достижений и планируемых результатов ставится личностное развитие ребенка, его способность осваивать те или иные знания и осваивать способы их получения. И, естественно, для успешного достижения такого вот развития детей, и, скажем так, образовательная система составила такую схему. Вот до недавнего времени она была у нас, выглядела так. То есть у нас были определены ступени образования. Это начальная школа, основная и старшая. Ну и вот совершенно недавно, да, в эту ступень, ступень еще дополнительно была включена дошкольное образование. Как вы думаете, почему? Почему дошкольное образование стало одной из ступеней образования? То есть у нас получается дошкольное образование, начальная школа, основная и старшая. Принято считать, что задатки, да, для формирования тех компетенций в идеале, да, которые дети должны освоить уже к выходу, к окончанию школы, закладываются в начальной школе. Ну, откуда же взяться, да, этим каким-то определенным представлением, каким-то определенным задатком в начальной школе, если мы не начали формировать в дошкольном детстве. Поэтому, конечно, сейчас вот на данный момент, чуть-чуть попозже мы на дошкольном образовании остановимся, но в начальной школе, задача начальной школы, помимо освоения предметных результатов, ставится на упор еще на то, что должно быть освоение средств учебной деятельности, да, то есть это мы здесь раскрываем понятие личностного развития обучающихся. То есть дети уже должны к окончанию начальной школы понимать такие представления, был должен, уже сформирован инструмент, да, формирование я-концепции в основной школе. И далее уже в средней школе должно уже идти уточнение и освоение новых средств обучения. И также, помимо всего прочего, в начальной школе начинается, меняется сфера деятельности детей, у них учебная деятельность становится ведущей. А в начальной школе идет освоение средств этой деятельности. Да, вот, да, также вот Ирина Гринева, да, по современному уроку ответила, что современный урок – это урок актуальный для настоящего времени. Абсолютно верно. Да, то есть мы здесь можем говорить о том, что современный урок должен соответствовать тем изменениям технического, образовательного прогресса, процессу роста общества, процессу, вернее, даже, скажем так, требований общества в специальных, да, квалифицированных работниках на этом должен у нас основываться современный урок. Другими словами, мы никогда не можем сказать, что вот у нас отработана модель, да, урока, и мы не можем быть уверены в том, что что-то не изменится через какое-то промежутное время. И мы должны с вами на каждом витке образовательного процесса что-то менять, расти, да, в соответствии с теми изменениями, которые приносит нам, скажем, общество. Итак, учитывая все эти требования федерального государственного образовательного стандарта, можем сказать о том, что были также определены определенные, ну, скажем, определены рамочные требования к уроку. То есть федеральный государственный образовательный стандарт диктует нам определенные, да, задачи, цели образовательные, а также предметные, метапредметные. И в этой связи, естественно, построение урока должно уже как бы отличаться от традиционной формы. И основы, да, которые вот мы с вами используем, основные, скажем так, направления, которые закладывают в успешность, складываются из нескольких составляющих. Во-первых, мы должны с вами учитывать успешность образовательной деятельности от такого момента, как складывание класса, как учебного сообщества. То есть здесь мы идем в направлении формирования коммуникативного взаимодействия. Ну, я думаю, что не секрет, мы с вами прекрасно знаем, существуют не только, скажем так, такие клише, да, то, что дети лучше учат детей, то есть, другими словами, ребёнок можно учиться у своего сверстника даже лучше, чем будет учить его взрослых. На чём это основано? Основано на высоком уровне коммуникативного взаимодействия. Помимо всего прочего, сюда закладываются такие понятия, как взаимопомощь, взаимовыручка, да, следующая эмоциональная составляющая и социальная составляющая также сюда входят. То есть, чем лучше дети в коллективе адаптируются друг к другу, чем более проще они находят общий язык, тем лучше будут достижения класса как коллектива в предметной сфере, например, и метапредметной сфере. То есть формирование универсальных учебных действий будет лучше осуществляться. Почему? Во-первых, уже не секретно, мы с вами много раз уже слышали, что чем лучше себя ребёнок и комфортнее чувствует в коллективе, тем более он успешен. И как бы наша с вами задача сложить коллектив, да, класс, как именно сообщество, где уже есть определённое распределение тех или иных функций, и дети приходят на выручку, и эти формы взаимодействия, они дают хороший толчок освоению тех целевых направлений, которые перед нами ставят федеральные государственные стандарты. Из этого вытекает, что организация позиционного сотрудничества, то есть в чём она заключается? В выявлении координации позиций своей партнёров, да, вот смотрим, коммуникация, да, то есть лучшее понимание своей позиции, лучшее понимание позиции партнёра, умение выслушать мнение, умение также отстоять свою точку зрения, не бояться быть услышанным, не бояться отвечать, не бояться ошибиться. Следующий момент, который также входит в организацию позиционного сотрудничества, это открытие и поиск аргументов с опорой на схему или запрос учителю, да, то есть или же мы делаем открытие путём какой-то проблемной ситуации, или же находим поиск аргументов на уже данную схему, то есть это уже, скажем, способ действия, интерпретация, скажем так, модели, то есть работа с моделями, выявление, скажем так, выявление нужной информации из данной схемы, или же то, что я вам уже сказала, да, вот, допустим, проблемная ситуация, какой-то запрос даёт учитель. И удержание предметности, то есть удержание, способность удерживать учебную задачу, учебную цель на протяжении всего урока, то есть здесь мы уже с вами работаем над развитием таких способностей, как внимание, память, да, сюда также входит и физическое развитие детей, потому что усидчивость также немаловажна. И немаловажный момент – это формирование оценочной самостоятельности. Этот пункт входит как самооценка, так и рефлексия. То есть дети должны уметь дать оценку своим достижениям, уметь понимать, что я делаю неправильно, проанализировать свою работу, свой алгоритм выполнения, умение найти ошибку, перепланировать, скажем так, свою деятельность и дальше уже идти к достижению своей цели, образовательной задачи. И рефлексия, то есть, естественно, мы с вами понимаем, что это такое, это умение детей, скажем так, давать оценку тем полученным знаниям, и также, скажем так, нахождение способов их применения в обычной жизни. Ну и, естественно, определение области своего знания или незнания. То есть ребенок может, скажем так, сам себе дать такую формулировку, вот это я знаю, потому что у меня есть знания по тем или по тем направлениям, и я знаю, как выполнить эту работу. А вот в этом я сомневаюсь, мне не хватает каких-то знаний, я хотел бы их получить. А что мне для этого нужно сделать? Мне нужно найти информацию вот по этому вопросу. Ну и, конечно же, ключ к успешности, ключ ко всему, вот на слайде вы видите внизу, да, в рамочке написано, это поисковая активность детей. Конечно же, да, мы должны всячески мотивировать этот вид деятельности, потому что поиск информации, поиск способа действий, он направляет детей, развивает, и те необходимые задатки, которые вот должны быть формированы в начальной школе для уже достижения компетенций, которые закладывают федеральный государственный образовательный стандарт, конечно же, эти задатки путем поисковой активности мы можем с вами достигнуть. Ну и возвращаемся к тому вопросу, почему же дошкольное образование было включено в одну из ступеней образования? Ну, хотелось бы мне посмотреть, так, ну ответа я пока не вижу, да, ну, скажем так, во-первых, почему было включено? Потому что приоритетные задачи образовательной политики Российской Федерации становится сейчас, на данный момент, непрерывность образования. Другими словами, это звучит так, образование в течение всей жизни. То есть те задачи, которые нам с вами ставит Федеральный государственный образовательный стандарт, невозможно начать пути, закладывать, скажем так, основы задатки, в начальной школе, не имея каких-то уже, ну, скажем так, хотя бы задатков или предпосылок в дошкольном детстве. И поэтому именно упор сейчас делается на дошкольное образование. Говорится о том, что то, что мы сейчас с вами заложим у детей в дошкольном детстве, так у них и пойдет развитие в начальной школе. То есть способность освоения универсальных учебных действий, успешность детей в начальной школе зависит от дошкольного образования. Поэтому сейчас приоритетом ставится преемственность всех ступеней образования, непрерывность на границах различных этапов и форм обучения. Это прослеживается не только в образовательных программах, но и также в тех же законодательных актах, которые уже приняты в Министерстве образования, ну и, естественно, законодательных актов Российской Федерации. В этой связи хочу обратить ваше внимание, что учебно-методически парциальная программа преемственность для подготовки детей в школе 5-7 лет направлена непосредственно на реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта. А мы с вами знаем, что есть уже федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, и учитывает стандарты начального образования. Парциальная программа направлена на подготовку детей в школе 5-7 лет. Плюс ко всему она может использоваться учителями, которые набирают до первоклассников. Это, скажем так, адаптивные занятия в школе, которые проводятся в зависимости от решения, ну, скажем так, образовательной организации или в течение года, или в течение двух-трех месяцев. Но эту программу можно использовать при подготовке детей в школе. И именно вот те необходимые предпосылки формирования универсальных учебных действий достигаются вот непосредственно при подготовке по работе. И если еще учесть тот момент, что именно программа «Преемственность» была создана авторским коллективом учебно-методического комплекса Школы России, конечно же, она направлена на преемственность уровней дошкольного начального образования, в частности, Школы России. Ну, вы можете мне задать вопрос, а при обучении по другим учебно-методическим комплектам можно ли использовать эту программу? Конечно же, можно. Требования, планируемые результаты, которые заложены в федеральном государственном образовательном стандарте, они выполняются в полном объеме программы «Преемственность». Ну, в первую очередь, она позиционировалась как, скажем, в подготовках детей к обучению по программе Школы России. Итак, далее, тот момент мы еще также учитывать должны, да, что уже говорили ранее, что подшкольной готовностью мы сейчас понимаем не умение детей читать, писать и считать, а подразумевается здесь мотивационная и психологическая готовность, то есть стремление и желание ребенка учиться, которые сопровождаются рядом других предпосылок учебной деятельности. И, конечно же, при этом ребенок должен владеть определенным набором знаний, умений и навыков. Вот как раз основываясь на этой школьной готовности, мы с вами строим образовательный процесс, начиная с первого класса. Ну, сейчас уже с вами мы непосредственно касаемся того вопроса, да, почему же я заговорила за школьную готовность, то есть мы подразделяем несколько форм учебного сотрудничества со взрослыми. Ребенок, приходя в школу, то ли это был детский сад, то ли же это была, скажем так, подготовка детей или в семье. Ну, я видела, кстати, комментарии, да, коллег, что, к сожалению, дошкольное образование, не все дети посещают детский сад. К сожалению, да, некоторые семьи, некоторые родители занимаются подготовкой детей в школе самостоятельно, самостоятельно используя те или иные дошкольно-образовательные программы. Ну, а, к сожалению, ну, скажем так, достаточное количество детей не охватывает дошкольное образование. Вот, понимаете, это вся беда в том, что вот мы как раз находимся в том переходном периоде, да, и мы с вами знаем, что, скажем так, особенности нашей страны, мы часто находимся в разных переломных моментах, и только начинает что-то как-то налаживаться, начинают какие-то происходят какие-то изменения. Поэтому приходится педагогу, да, учителю начальных классов строить свою образовательную, педагогическую деятельность, планировать свой урок, уже основываясь на том, что умеют дети, то есть работать с теми детьми, какие пришли в школу. К сожалению, конечно же, они все равноуровнены. И один ребенок очень быстро осваивает определенные результаты, как предметные, так и метапредметные, а другой ребенок нет. И чаще всего, да, я не знаю, может отвечать так, то есть я не знаю, у меня не получается. Хорошо, если дальше он дополняет, помогите мне, а с другой стороны, я не знаю, у меня не получается, и не обращаясь за помощью, ребенок остается на том уровне развития, с каким он пришел. Вот тут очень тонкая грань, на которую необходимо, конечно же, учителю обращать внимание. Да, конечно, педагогу предъявляется очень много требований. Да, но здесь нужно, чтобы вот мы с вами достигали этих, тех результатов, которые от нас требует ВОЗ, мы должны научить детей обращаться за помощью. Я не знаю, у меня не получается, помогите мне. И задача учителя не дать ему уже готовые знания, а помочь ему научиться овладевать разные способы действий для достижения этих знаний. И далее уже, становляясь до старшего, далее уже получая какие-то знания, ребенок в начальной школе уже может ответить, да, может уже проанализировать, скажем так, имеющиеся знания и уже давать такой ответ. У меня получится, если я буду знать, уметь следующие, скажем так, вопросы или же моменты. А чтобы это уметь, я должен найти следующую информацию, да. То есть это уже осознанный, скажем так, четвероклассник, да, уже на выходе в основную школу. И я абсолютно согласна, вот я смотрю, да, комментарии, что, к сожалению, да, у нас нет преемственности между начальной и основной школой. Да, здесь можно говорить о том переломном этапе, хотя я думаю, что мы с вами с полной ответственностью можем ответить на тот вопрос, что всегда детям было очень тяжело переходить и адаптироваться после начальной школы. И пятый класс, это был тяжелейший период, допустим, первая четверть, когда отличники в начальной школе становились, ну, скажем так, троечниками. Да, в чем заключается проблема? Вот я бы сейчас хотела вот увидеть в комментариях, в чем проблема заключается. Следующий момент. Да, абсолютно верно. Главная идея обучения сотрудничества может быть сформулирована так, учиться вместе, а не просто выполнять вместе. Абсолютно верно. Да, то есть здесь, скажем, сотрудничество детей мы можем с вами в идеале, да, рассматривать, как не только помогите мне, да, вот смотри, у тебя получилось, дай мне списать, да, так будет проще. Но здесь важно ребенку привить представление о том, что а ты как вот будешь чувствовать себя, удовлетворение будет у тебя от того, что ты вот это списал, да, или подсмотрел в ответ, если мы берем тетради учебных достижений, которые направлены на формирование универсальных учебных действий, просто подставить, там есть ключи, там есть ответы, посмотреть в ответ, списать. А что от этого вот чувства удовлетворения, чувства сознания того, что я сам этого достиг? Будет ли у ребенка? Нет. То есть здесь вот нужно именно вот вести работу в этом направлении. Ну и мы с вами плавно переходим далее к рамочным требованиям. То есть учитывая вот эти все нюансы, то есть готовность ребенка к школе, мы, колледж мы берем до первого класса, хотя я считаю, что это очень важный момент. То есть какой ребенок пришел, ну, насколько готов он к школе, берем основу за то, что желание, ну, большинство детей идет с желанием учиться, но почему-то желание потом пропадает. И это не вина у учителя. Дело в том, что, возможно, просто недостаточно были сформированы предпосылки универсальных учебников. Даже нет, это я неправильно сказала. Сформированы, а заложены предпосылки освоения универсальных учебников. Возможно, желание, осознание ребенка, то, что я теперь ученик, да, я теперь взрослый, я буду учиться, у меня портфель будет, у меня учебники будут, я буду ходить в школу, но насколько это сложно, ребенок не мог осознавать, да, то есть здесь идет психологическая, социальная готовность. Поэтому, естественно, при учете всех этих моментов мы с вами начинаем работать над достижением предметных и метапредметных результатов. Итак, первый класс, первый класс, рамочные требования, мы сейчас с вами немножко просто на примере первого класса, да, рассмотрим, ну, в принципе, структура, да, требований к уроку, они одинаковые, то ли это первый, то ли второй класс, и то ли третий, да, ну, здесь у нас идет ориентация на достижение планируемых предметных результатов, да, как я уже сказала, мы должны не забывать о том, что достижение метапредметных результатов основывается на планируемых предметных результатах, на тех знаниях, которые ребенок получает, и далее уже мы с вами формируем умение их применять, умение их добывать. Итак, конечно же, при проектировании урока, при составлении плана урока, мы должны учитывать определенные требования, и, конечно же, помощь нам приходит различная литература, которая направлена, ну, скажем так, помочь педагогу сформулировать, да, те задачи, те направления деятельности, которые, вот, допустим, у него будут на уроке. Естественно, в первую очередь, это наша рабочая программа, ну, в частности, да, мы смотрим русский язык, наша программа, в ней прописаны предметные результаты, то есть результат освоения курса, далее идет поурочное тематическое планирование, где отражены те моменты, те, скажем так, направления для достижения метод-метод-результатов, освоения универсальных учебных действий, на которые работает то или иное задание. Следующий, конечно же, мы используем, это учебник русского языка, где содержится весь материал для достижения программы, освоения программы первого класса по русскому языку, методические пособия с поурочными разработками, ну, и, конечно же, мы можем с вами использовать такие пособия, как планируемые результаты начального общего образования, и систему заданий, это вот видим, да, две зелененьких книжечки под редакцией Ковалевой и Логвинной, но если в эти пособия они дают нам общее, да, представление о достижении метод-метод-метод-результатов по всему курсу русский язык, то в рабочих программах имеют отражение по достижению планируемых результатов по каждому году обучения, причем рабочей программой даны определенные рекомендации, и уже учитель может использовать, и, кстати, также включена, скажем так, определенное планирование рекомендации к организации неурочной деятельности, вот будет правильнее так сказать. Конечно, обязательно нужно использовать литературу, и, скажем, как основа основ, это пособие под редакцией Александра Григорьевича Осмолова, как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе о действиях мысли, где прописаны те ресурсы завершенных предметных линий, те темы, те задания, которые работают на формирование того или иного универсального учебного действия. Там некоторую подсказку. На данный момент программу формирования универсальных учебных действий можно скачать на сайте издательства посвящения в разделе начальная школа вы увидите плашку школа России и там есть раздел методика теория методика и изопыт работы учителей и вот в разделе методика есть разработка рабочих программ и вот как раз там можно будет найти вордовский документ где вы можете скачать программу формирования универсальных учебных действий и уже использовать в своей работе. Следующее пособие, которое направлено на формирующую оценку это вот пособие новой формы оценивания автора Улановская и Пинская у нас оно сдавалось отдельным пособием теперь его также можно скачать в свободном доступе на сайте издательства посвящения в разделе методика и скачать также те таблицы которые туда включены технологические карты где можно будет посмотреть именно на какое действие какое задание направлено на формирующую оценку как работать с тем или иным заданием таблицы можно будет скачать где вы можете отслеживать эту работу ну и естественно пособие таких известных наших авторов это Сукерман это развитие учебной самостоятельности я думаю что эти пособия не важно какого издательства но их можно использовать и нужно использовать брать какие-то определенные рекомендации при работе при любом учебно-методическом комплекте и следующий момент это такие пособия как проектные задачи в начальной школе которые проекты мы с вами знаем что учебно-методическом комплекте по каждому предмету есть проектные наши проекты рубрика и выполнение проектов это универсальный способ достижения всех формирования всех универсальных учебных действий ну можно использовать следующие пособия проектная деятельность школьников типовые задачи по формированию учебных универсальных учебных действий вот на данный момент у нас есть такие пособия как работа с информацией для первого второго класса ну и следующий момент да сейчас с вами на слайде вот те основные аспекты которые необходимы при проектировании урока то есть это инновационные элементы педагогических практик которые уже применяются некоторые педагоги только начинают осваивать эти практики и эти практики естественно ориентируются на достижение планируемых результатов и систему оценки этих достижений ну какие это могут быть виды да это естественно учебные ситуации включающие детей учебную деятельность различные учебные ситуации вот мы немножко дальше остановимся какие есть виды и приемы совместная учебная деятельность интеграция знаний связанные с жизнью то есть это практик ориентированный подход учебное задание для формирования личностных и метапредметных действий формирующая оценка индивидуализация обучения и конечно же использование ИКТ ну мы с вами здесь коснемся немного момента который будет нам раскрывать возможность проектировать урок с помощью электронной формы учебника да мы посмотрим дальше ну и следующее что мы должны также учитывать при проектировании урока ну вот на данный момент здесь у нас на слайде мы видим определенные пункты на что у нас должна как у нас должна быть построена система урока то есть включены непосредственно система учебных заданий и ситуаций учитываем организацию позиционного сотрудничества поисковую деятельность организуем оценочную деятельность учитываем основные этапы освоения знаний то есть осознание смысла изученного отображение понятого смысла с помощью опорных схем знаков и символов я хочу обратить ваше внимание на использование схем знаков и символов важно научить детей скажем так изъять информацию которая дала в том или той или иной схеме научить их читать эти схемы а также необходимо детей учить уже какой-то текст преобразовывать в модель это также универсальное учебное действие преобразование модели и работа со схемами для получения определенной информации и также необходимо обязательно отработка и применение полученных знаний ну сейчас с вами рассмотрим да вот если брать именно вот пособие допланируемые результаты вот я здесь да у нас страница отсканирована на какая структура представляет собой именно планирование результата ну посмотрите внимательно да то есть здесь у нас прописано верхние страницы то есть прописывается сам планируемый результат на который направлена определенная работа далее дается задание которое будет именно направлено на формирование того или иного результата следующая часть на выполнение этого задания должна быть мотивационная в любом случае да и обязательно что также входит в универсальное учебное действие задание должно держать какой-то образец действия то есть работа по образцу ну и естественно обязательно должен быть комментарий достижения этого результата ну и конечно же металлические рекомендации ну вот так выглядит схема да если уж более подробно ее компоненты учебного задания то есть задание направлено на то или иное формирование того или иного действия должно быть да обязательно как я уже сказала характеристика заданий мотивационная часть содержание то есть прописаны все условия вопросы какая-то командная часть на выполнение работы и обязательно должна быть указана инструкция и дан образец написания то есть мы с вами проанализируем сейчас задание в учебниках русского языка у МК школы России то мы можем с вами сказать что именно компоненты учебного задания они полностью соответствуют этой схеме должно быть обязательно дано время на выполнение задания ну и естественно критерии оценивания должны быть то ли это учитель сам разрабатывает критерии оценки для достижения того или иного результата можно также разработать критерии оценивания вместе с детьми ну и естественно обязательно должны быть методические комментарии то есть это та самая организационная часть ну да давайте с вами более подробно сейчас остановимся именно непосредственно уже на практическом применении на теории я думаю более чем достаточно но основная позиция скажем так на достижении того или иного результата может быть у нас сформирована по-разному вот мы с вами часто говорим да учебная ситуация проблемная ситуация а можно ли обойтись без ситуации на уроке ну а почему нет чтобы не ломать голову над ее составлением скажем так или же проще простого прийти да скажем и сообщить детям прийти на урок и сказать что сегодня мы там допустим изучаем будем говорить о роде имен существительных будем учиться проверять безударные гласные но будет ли станет ли урок от этого интересным повысится ли скажем так познавательная мотивация детей станет ли на какой-то уровень выше способность осваивать те или иные те или иные универсальные учебные действия да можно сообщить задачу цель урока но именно учебная ситуация позволяет на уроке вместо объявления темы создать заинтересованность включить детей познавательный поиск ну и вот как пример например да это не значит что можно четко брать да вот схему может быть и такая ситуация да учитель сообщает что вот первоклассники да они пришли в школу сейчас как раз только прошел период обучения грамоте они еще маленькие у них еще основная сфера да деятельности это игровая и такие вот интересные ситуации когда вот прислали письмо и тут обратились в этом письме за помощью где нужно в какой-то сказочной стране грамматики из этой страны там 12 братьев в этой стране и сразу же там перечислили какие и чтобы вот у них такая задача проблема сложилась и детей просят помочь их решить конечно же если учитель задаст вопрос дети мы можем как вы думаете мы поможем детям справиться с этим заданием конечно же дети ответят нет да вернее дети ответят конечно да мы поможем и далее уже мы будем с вами разрабатывать те поиски действий с помощью которых мы можем решить ту или иную ситуацию но это как пример учебной ситуации но существуют следующие виды учебных ситуаций которые вы также можете применять на уроке это ситуация выбор ситуация неопределенность ситуация несоответствия ситуация неожиданная немножко раскрою это понятие ситуация выбор например детям дается список слов да вот допустим при изучении темы приставка например дается словосочетание вы можете это написать на доске или пользуясь интерактивными средствами обучения вывести это на экран например доехал до березы или доехал до станции например побежал по деревне если мы изучаем тему приставка ну и так далее вот такие словосочетания где интегрируются слова с приставкой и с предлогом и дается задание детям скажите на какие две группы можно разделить эти слова да как можно их разделить здесь уже для того чтобы решить эту ситуацию дети должны сделать определенный выбор то есть проанализировать и провести способ группировки который также относится к универсальным учебным действиям следующая ситуация неопределенность что сюда может входить например дается задание подобрать детям проверочные слова к словам ну например неопределенность в чем заключается этот прием слова эти записаны на доске или также опять же вы выводите с помощью презентации на интерактивную доску например дается задание например записаны слова и нужно эти слова записать вместе с проверочными то есть мы здесь с вами отрабатываем варианты подбора проверочных слов дальше такие слова например как запевал пил и запевал пел и здесь уже идет задача как вы думаете кто прав почему может быть два варианта правильных как узнать какое слово имелось ввиду а для того чтобы нам это узнать нужно обратиться к предложению какой смысл заложен предложение поэтому задача урока в этой ситуации учиться проверять слова одинаковые слова которые одинаково по звучанию ситуация неопределенности ситуация несоответствия то есть здесь мы можем там работать в такой ситуации дать детям задание проверить орфограмму в словах например слово такое интересное ну хвостуны да ребятам предлагается проверить слова так Петя хвост Ира хвостун Даша хвастаться конечно же дети рассуждают делают вывод что вот способ проверки Петя хвост но совсем не подойдет потому что хвост и хвостуны это разные слова по значению да вот выявить вот это несоответствие а какое же слово мы должны подобрать чтобы вот правильно поставить букву и правильно подобрать это слово здесь задача у нас заключается в том чтобы узнать что за изменение как изменяется слово да как подобрать проверочное слово и какие слова могут быть проверочными Ну и ситуация неожиданная, здесь могут быть дано задания, где даны слова, например, существительные, которые, допустим, у которых окончание не соответствует. Например, вот такая ситуация, да, сидят на ветке воробьи, болтают про дела свои, спорхнули с ветки воробьи, то есть звучит одинаково, сидят на ветке воробьи, спорхнули с ветки воробьи, да, звучат слова одинаково, пишутся по-разному, да, здесь обращается внимание детей, на что вы обратили внимание, да, вот написано одно, мы читаем, у нас звучит по-другому, в чем несоответствие, да, да, здесь они, конечно же, выявляют несоответствие с тем, что написано слово, одно слово с е, другое слово им. Почему оно написано с разными окончаниями, да, но вот, собственно, виды учебных ситуаций. Следующий момент, вот сейчас на данном слайде вам, скажем так, такая палочка-выручалочка, я вам даю приемы создания проверенной ситуации, то есть вот у меня в таблице различные приемы, и следующие вопросы-предложения для противоречия, и следующие вопросы-предложения для формулирования проблем, то есть это вам, да, как помощь учителю для создания проблемной ситуации на уроке. Например, прием такой, предъявить противоречивые факты, да, как мы можем сформулировать, что вас удивило, что интересного заметили, какие факты видите, вопросы, какой вопрос у вас возникал для формулирования проблемы, то есть вы поговорили, теперь понятно, что есть какие-то вот факты противоречивые детям, что-то непонятно, но обязательно нужно, чтобы они озвучили эту проблему, да, и здесь нужно, конечно же, изначально дать детям подсказку, и подсказка это звучит в виде вопросов. Как, как, какой вопрос у вас возникает, то есть здесь может возникнуть, ну, скажем так, определенная дискуссия у детей, но в конце концов верный вопрос возникнет. Да, конечно, на такую ситуацию может идти очень много времени на уроках. Ну, как позиционируем, да, мы достижение метапредметных результатов, умение детей осваивать знания, да, умение нахождить нужные варианты мы ставим во главу угла. Да, вот, Екатерина, значит, на сайте издательства просвещения, раздел «Начальная школа», вы заходите на сайт, увидите с левой стороны плашки по центрам «Начальная школа», заходите на «Начальную школу», увидите УМК «Школа России», УМК «Перспектива», нажимаете на УМК «Школа России», и там будет вверху плашки, то есть методика, теория методика и из опыта работы. Я сейчас чуть ниже, да, иду до этих слайдов и вам покажу, где это найти. То есть в презентации этой информации имеется. Следующий прием – это столкнуть разные мнения учеников вопросов или практическим заданиям. Да, то есть мы здесь должны обсудить, сколько мнений. Сразу же, допустим, задача такая дается – выслушать все мнения, и из этого мнения, из этих вот нескольких мнений мы выделяем общее и задаем такой вопрос, задаем такой вопрос, чтобы сформулировать проблему, какая будет задача нашего следующего урока, да. Следующий – обнаружить представление учащихся вопросом или практическим заданием на ошибку, да. Например, какие могут быть вопросы? Что вы предполагали сначала при выполнении задания, а что у вас получилось? Значит, у нас возникла какая-то проблема, давайте мы ее сформулируем, да. То есть вот таким образом. Следующий – дать практическое задание, невыполнимое вообще. То есть это одна из, один из приемов проблемной ситуации. И попробовать детям его самостоятельно выполнить. И далее уже, ну, задать такой следующий вопрос – можете ли выполнить задание? В чем возникли затруднения? И далее формулируем проблему, почему нельзя выполнить, что неизвестно, да. То есть мы выявляем проблему, для того, чтобы нам выполнить это задание, нужно узнать это, это и это. Ну и следующее – дать практическое задание, не сходное с предыдущим, да. Смотрим, какие вопросы мы применяем для противоречия, да. Вы смогли выполнить задание? Почему не получается? Чем это задание не похоже на предыдущее? Формулируем проблему, что нам неизвестно, какова цель урока. И следующий прием – дать невыполнимое практическое задание, сходное с предыдущим. Показать неприменимость в старых заданиях. Ну вот, да, такие вопросы. Что хотели сделать? Что сделали? Какие знания применили? А задание выполнено? И какова будет тема урока? Ну вот, это вот как бы вам помощь, да, какие могут быть виды проблемных ситуаций. Итак, а сейчас, да, перед вами на слайде полностью содержание завершенной предметной линии русский язык. При создании учебных проблемных ситуаций, конечно же, вам большим помощником будет пособие, которое входит в учебно-методических комплект. Естественно, это учебники, рабочие программы, о которых я говорила, где прописаны направления деятельности, да, то есть дается нам предметное знание и то, чему мы будем учить, то, чего дети должны достигнуть, те задачи урока прописаны по каждому году обучения. И, конечно же, вам большим помощником в проектировании урока будут не только методические материалы, но и для формирования самостоятельности, учебной самостоятельности, самоконтроля. Это тетради учебных достижений, тетради проверочных работ. Также у нас входит в комплект сборник диктантов. Должна вам сказать, что это очень полезный материал для работы учителя. Собраны все виды диктантов, да, в которых в этот сборник ученит также различные задания, которые вы можете использовать при такой форме контроля знаний. Ну и, естественно, да, различные проблемные ситуации, естественно, в содержании учебника уже в содержании включены задания, которые направлены на достижение предметных и метапредметных результатов. И кто работает по школе России, конечно же, знает, что у нас достаточно много заданий. Но то, что выбрать при организации, при проектировании урока, конечно же, выбирает сам учитель. Потому что объем, который вот дается, если мы с вами делаем упор и видим, что работа на уроке пошла плодотворно и идет процесс формирования универсальных учебных действий активно, объем выполнения заданий может сократиться. И, естественно, мы с вами можем урок проектировать в одном русле, а он у нас может пойти совсем по-другому. Поэтому учитель, он тот же артист, он сразу же начинает действовать, исходя из ситуации. Поэтому, конечно же, максимально нужно будет при проектировании урока просмотреть внимательно все задания. Задания в учебнике, содержательный материал, рабочие тетради, какие тетради, допустим, какие дополнительные пособия вы могли бы использовать. И уже именно в практическом работе, именно на уроке, уже далее смотреть, что именно лучшее, что конкретно будет работать. Ну и, конечно же, информационно-образовательная среда учебно-методического комплекта. Это учебник, его печатная электронная форма, традиционный компонент информационно-образовательной среды, авторские программы, методические пособия и рабочие тетради, которые также входят в учебно-методический комплект. И инновационные компоненты, вспомните слайд, да, в котором было указано, какие практики применяются, да, какие практики используются. Инновационные компоненты – это электронные приложения, электронная форма учебника и поддержка в интернете. Ну, сразу, да, еще раз оговорюсь, что очень много, достаточно большой объем информации, дополнительного материала доступных для скачивания на сайте издательства посвящения. В частности, рабочие программы также доступны по каждому году обучения по всем завершенным предметным линиям, которые входят в учебно-методический комплекс «Школа России». Да, вот, внизу адрес сайта, и можно будет эти… Непосредственно вы перейдете на начальную школу, да, школа России, прос.ру. Это сайт именно учебно-методического комплекта, где будет вся необходимая информация. И следующий момент, да, то, о чем я вам говорила, инновационные способы, да, информационные методы, которые мы с вами применяем – это электронные приложения, электронная форма учебника. Ну, электронные приложения ранее у нас выпускались на дисках, сейчас они доступны также для скачивания на сайте издательства просвещения. Там просто нужно пройти элементарную регистрацию, она ни к чему вас не обязывает, естественно, никто вам писать не будет, но таковы уж требования. Ну, и это достаточно простое, там ничего, никакие данные не нужно вносить. Электронное приложение скачивается на ваш персональный компьютер, ну, и, естественно, кто уже работает с электронными приложениями, тот знает, что содержание, структура электронного приложения, она немного отличается от структуры учебного материала, который вот в учебнике у нас дается, да. Содержание дано по разделам, то есть там изучаем раздел слова, изучаем раздел там предложения и так далее, и уже с этими разделами, то есть идет какой-то дополнительный материал. Что же касается электронной формы учебника, хочу сказать, что электронная форма учебника, это полностью соответствует содержанию, содержанию печатной формы учебника. Ну, а электронная форма учебника более расширена дополнительными аудио-медиа ресурсами, дополнительным материалом, который можно вывести на интерактивную доску. Электронная форма учебника содержит достаточный материал для проектирования урока, для применения дополнительных материалов, и необходимость искать что-то в интернете, она просто на то спадает, потому что достаточно много схем, достаточно много, скажем так, заданий иллюстративного характера, плюс ко всему аудиофайлы, где можно прослушать правильность произношения, да, можно дальше детям произнести и свериться вросцом. То есть это достаточно объемный материал, который также можно использовать на уроке. Ну и, да, для ядро учебника по русскому языку, да, это вот у нас в первом классе включает в себя азбуку, и учебник русского языка во втором классе, это учебник в двух частях, в третьем и четвертом классе также учебник в двух частях, это вот основной материал, который использует учитель на уроке. Итак, вот перед нами памятка, то есть для каждого учителя, да, при разработке урока определенная памятка, что мы делаем в первую очередь, да, определяем цели и задачи, то есть согласно рабочей программе, подбираем учебный материал, как я уже говорила, да, отбираем за основу материал учебника или же печатной или электронной формы, выбираем обобщенные схемы опоры, да, из учебника, подбираем учебные ситуации, учебные задания, в том числе для формирующей оценки на основе учебно-методического комплекта, то есть это не только учебник идет. И в следующий момент продумываем ход урока, составляем сценарий. Итак, да, при определении цели и задач урока мы используем с вами рабочую программу, а также планируемые результаты начального общего образования, это вот, ну, допустим, использование пособий под редакцией Ковалевой Логиной. И предметные и личностные результаты, они у нас идут уже, идет работа на их освоение, да, в контексте освоения предметных знаний. Да, здесь мы рассматриваем эти навыки со стороны позиционного сотрудничества, оценочной деятельности, поисковой деятельности. Например, вот как раз фрагмент из рабочей программы, где вот представлены три колонки, как я уже говорила, где идет характеристика деятельности обучающейся, то есть что они должны определить, что они должны использовать, находить, различать, писать и так далее. Каждый вид деятельности прописан. Также прописана тема, да, входящая в раздел примерной программы, и включено тематическое планирование, сколько часов отводится на ту или иную урок. Ну и следующие предметные цели урока, да, ну вот смотрим на слайде, они у нас, если мы берем первый класс, тема урока «Звуки и буквы», что цель урока у нас такая, понимать различия между звуками и словами, различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить, это предметные цели урока, да, определять качественную характеристику гласного звука в слове, ударно или безударно, обозначать ударение в слове, находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании. Это предметные цели урока. Предметные цели и задачи. Что дети должны, да, с чего мы должны достигнуть? Во-первых, осознавать слово как единство звучания и значения, определять случай расхождения звукового и буквенного состава, писать двусложные слова с безударным и гласным звуком. Да, простейшие даем слова типа «вода», «земля». Следующие мы обязательно прописываем метапредметные личностные цели и задачи урока. Ну, вот в связи с этим у меня такой вопрос. На каждом ли уроке мы ведем работу над формированием личностных универсальных учебных действий? На каждом ли уроке у нас ведется работа вот именно над формированием вот этого момента? Конечно же нет. Не каждая тема у нас идет, направлена на вот формирование всех универсальных учебных действий, да. Поэтому, естественно, формирование этих универсальных учебных действий мы продолжаем осваивать в контексте навыков учебного сотрудничества, оценочной деятельности, поисковой активности, разрабатываем различные ситуации позиционного сотрудничества, используем знаков символические средства, самостоятельное оценивание осуждений и так далее. Сюда входит и фронтальное обсуждение, и что-то еще, что, допустим, может использовать учитель. И ожидаемые. Обязательно мы должны прописывать ожидаемые цели урока. То есть, что обучающиеся научатся, да, мы прописываем это. Ну вот, допустим, определять ударный-безударный слог, обозначать буквой гласный звук в безударном слоге в двухсложных словах, подбирать проверочные слова к словам с безударным гласным звуком в двухсложных словах путем изменения формы слова. Это вот то, что мы ожидаем результат. Ожидаемые результаты включают в себя также, что, то есть, вернусь, они научатся. То есть, подразумевается то, что мы этому научимся на сегодняшнем уроке. И далее мы будем продолжать учиться, то есть, у нас достаточно долгосрочные цели, устанавливать, например, способ определения буквы на месте безударного гласного звука, читать предложения с интонациями и паузами в соответствии со знаками припинания, то есть, это уже идет дальше, продолжаем, да, осваивать те знания, которые уже получили. Использовать в учебной деятельности навыки позиционного сотрудничества, самооценки, рефлексии. Ну, какие задания мы с вами будем подбирать к уроку? Конечно же, да, задания, которые будут отвечать поставленным обучающим задачам, да, те, которые мы с вами поставили для достижения предметных результатов. Часть из этих заданий будем использовать для формирующей оценки, которую мы с вами, допустим, будем соотносить с ожидаемым результатом. И ситуации, ну, здесь уже, конечно же, на усмотрение, ну, скажем так, учителя. Допустим, это может быть фронтальное обсуждение, например, с использованием каких-то вот знаков взаимодействия. Может быть, использовать работа в парах или малых группах, например, это может быть совместное обсуждение, поиск и так далее. Ну, конечно же, может быть индивидуально, по самооценке. Вот я хотела бы, да, немножко сейчас, вот прям секунду отвлечься, да, поступили комментарии. Хотелось бы посмотреть, там урок записи на бумаге, сценарий или конспекта непосредственно в работе учителя. Я хочу определить такой момент, что на данный момент у нас реализуется проект «Открытый урок с просвещением», где вот как раз идут, показываются уроки, да, по различным предметным областям. И вот записи уроков можно посмотреть на канале YouTube, да, зайти на страницу издательства просвещения и посмотреть, какие там есть уроки. Можно посмотреть, как это вот идет работа, да, вот на данный момент. И следующее, с вами обдумываем тот вопрос, какие задания будем подбирать к занятию, да, отвечая на вопрос, какие группы слов есть в русском языке. Задача какая перед нами стоит? Слышать, да, мы должны научиться слышать и распознавать в словах ударные и безударные слоги, обозначать буквы безударные гласные в слове, подбирать проверочные слова. Здесь вот на слайде дается характеристика деятельности детей, то есть что дети делают на этом этапе, да, вот освоении, на одном этапе освоения того или иной цели, на втором и на третьем. Но я не буду сейчас комментировать, да, потому что времени, к сожалению, уже мало остается. Вот непосредственно сам ход урока на слайде, то есть какие этапы урока мы с вами прорабатываем, то есть сюда включается орг-момент, актуализация, проблематизация, мотивация, первичное ознакомление, освоение нового, первичное закрепление, подведение итогов рефлексии и, конечно же, обязательно формирующая оценка, фискульт-минутки по ходу урока. Следующее, вот как раз, да, на данный момент рассмотрим сейчас вот вкратце основные этапы урока. Значит, первый этап проблематизация, актуализация, мотивация. То есть итогом этого этапа должно быть осознание проблемы, самостоятельная постановка учебной задачи, да. Формы работы, которые мы можем использовать на этом этапе, могут быть самые разнообразные, в зависимости от того, какие, допустим, формы работают вот лучше всего, с учетом, скажем так, готовности вашего класса. Например, это может быть фронтальная работа, допустим, или какое-то предварительное обсуждение с детьми там совещания. Различные учебные ситуации, да, вот то, о чем мы с вами уже говорили. Работа с ЭКТ, с готовыми электронными ресурсами, с помощью которых можно проводить наблюдение, сериацию, группировку, классификацию, подбор, отбор ресурсов и так далее, да. Это вот на этапе проблематизации, актуализации, мотивации. И, значит, осознание проблемы, самостоятельная постановка учебной задачи, если мы берем, да, она прописана у нас в методических рекомендациях. То есть постановка первой учебной образовательной задачи может звучать так. Как обозначить буквы безударный гласный звук? Идет обсуждение вопроса, почему букву, обозначающую безударный гласный звук, надо проверять, да. Следующая постановка идет, далее, такой, следующая задача, вторая учебная задача, что такое проверочное слово, да, почему надо проверять, следующее проверочное слово проверяемое. И самое важное, что дальше мы выясняем понимание детьми значение слова. Проверочное и проверяемое. И вот как раз, да, вот фрагмент, да, из методических рекомендаций урока, да, обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных гласных, это вот то, о чем мы сейчас о нем говорим. На первом этапе урока, вот урока, да, постановка первой учебной задачи, она прописывается и вот как ресурс, да, использования своей деятельности можно использовать. Следующая проблематизация, актуализация, мотивация, вот то, о чем я вам говорила, да, с использованием электронных форм работы. Вот на данный момент, да, тема звуки и буквы, видим вот со стороны, видно, что в содержание входит эта тема, да, подраздубивается над, скажем так, различной тематикой задания. И обрати внимание, что включены такие вот моменты, да, схематическое изображение, которое у нас используется в печатной форме учебника, да, естественно, используя электронную форму учебника, можно из обсуждений предложить детям переключиться, перейти в электронную форму и посмотреть следующую таблицу. Вот ножа на нее, да, вот задай упражнение 5, подсчитай слова так, как ты, вот задание. И сосна, сосны, то есть как мы проговариваем, как мы читаем, да. И далее уже идет работа с детьми, идем, проводим разбор, какое, какая гласная стоит под дарением, да, какое соотнесение, да, сразу идет иллюстративный материал. То есть вот варианты работы с электронной формой учебника могут быть самые различные. Это может быть индивидуальная работа, да, задание, да, вывести результат, записать, например, в тетради с использованием, или же результат представить на интерактивной доске. Работа может быть в парах проводиться, да, то есть обсуждение, работа направлена на сотрудничество. Следующая, и фронтальная работа также может проводиться, да, с использованием электронной формы учебника. И далее уже, да, обратим внимание, что различные таблицы, которые вот внизу здесь на слайде, да, это вот, кстати, страница электронной формы учебника с дополнительными материалами. Следующая, проблематизация может быть как учебная ситуация. Ну вот, да, то, что вот я приводила пример, да, письмо Тане и Ване, это включение в учебную деятельность, то есть мы сразу разбираем, можем ли мы помочь, да, что мы должны сделать, какой помощью нуждаются авторы, каких знаний, умений не хватает, что нужно сделать и так далее. Анализируем ответы детей, сводим к тому, что вот необходимо знать, на какие группы нужно распределить данные слова и так далее. И уже далее приходим к выводу. Переходим, да, к работе в электронную форму учебника. Вот, например, раскрываем тему гласные звуки. И находим в электронной форме учебника, да, вот с одной стороны разворот, да, содержание. Вот такие используем электронные таблицы. Каждая таблица, да, она активна, перейдя на нее, можно получить ту или иную информацию. Использование таких форм также способствует повышению мотивации образовательной деятельности у детей. Ну, вот, например, выбирая таблицу, что такое проверяемое слово, да, вот, например, сова, совы, земля, земли, грачи, грач. Обратим внимание, что именно в электронной форме учебника есть аудиофайл. То есть мы можем сначала дать задание здесь детям прочитать, да, проанализировать то, что, как мы с вами сочетаем. То есть, например, такая ситуация, да, мы произносим по одному, допустим, а написано по-другому слово, говорим сова во множественном совы, да, и далее уже можно прослушать сначала, допустим, прослушать ответы детей, проанализировать их ответы, подвести к общему результату и уже соотнести с образцом, например, прослушать аудиозапись. То есть вот такая работа. Следующий этап – это идет первичное ознакомление. Цель этого этапа – это включение, естественно, детей в цели направленное действие. Итогом этой ситуации должно быть осознание смысла, самостоятельное открытие нового знания. Ну, формы работы, какие могут быть использоваться, это, как правило, работа идет в малых группах. Учитель выступает как консультант, например, организатор, координатор деятельности. Различные учебные ситуации могут быть использоваться, то ли это дидактические игры, то ли какая-то другая поисковая активность, работа с готовыми информационными ресурсами, ну и, которые направлены на пользу закономерности и так далее. Ну и, естественно, используя уже, как вот видим, да, здесь я уже показала на примере печатной формы учебника, то есть предложить детям выйти из электронной формы, открыть учебник, но следующее – обратиться к упражнению и уже дальше вести работу, задавая такие проблемные вопросы, да, что вы заметили, одинаково ли обозначается гласное, вот упражнение 8, да, опять же идет сосна-сосны, да, смотрим на соотнесение, то здесь мы проводим работу на цель которой наблюдение над единообразием написания букв ударного, безударного, гласного. И рабочая тетрадь, да, которая идет в закреплении материала, смотрите, дается задание не только вот на выделить одинаковое гласное в каждом слове, да, занести-то в рабочую тетрадь, но и работа идет над развитием мелкой моторики, над каллиграфией, над каллиграфическим письмом. Следующее, первичное ознакомление, также мы можем включить с работой со схемами опорами, вот, например, да, электронная форма учебника, как я уже сказала, достаточно большое количество изучений этой темы, например, на таблице, вот, да, смотрим, на дворе трава, на траве дрова, во-первых, это скороговорка, здесь можно с детьми потренироваться, это идет развитие артилляционного аппарата, дальше идет наблюдение над изменениями гласных, следующее смотрим, да, звуковой анализ делаем, схематическое изображение, да, то есть смотрим, можно загадать такую же загадку, то есть дать такую иллюстрацию, просто предложить этим подумать, что это может быть, в какой скороговорке может соответствовать. Опять же, вот, возвращаемся к следующей таблице, да, сова, скала, то есть здесь вот мы можем понаблюдать, да, сова, скала над звучанием, какие, как изменяется слово, какую, допустим, добавили, там, согласную или гласную, как слово изменилось, понаблюдать, да, следующий момент, да, вот, работа над такими словами, смотрим, дрозды, грачи, свечи, грибы, да, ставится вопросительный знак и предлагается такой вариант проверки, например, да, ну, вот с этим мы знакомы были, с этой таблицей, ну, и следующее полное соответствие, да, я хочу вам показать электронные печатные формы, да, печатная форма, как один из слоев электронной формы учебника, работа дается со справочным материалом, то есть в своей работе мы можем также использовать при проектировании урока схемы опоры, различные памятки, например, как определить слово ударный, безударный, гласный звук, дается определенный алгоритм, да, мы уже с вами говорили, да, при планировании урока, при проектировании, какой мы результат планируем и как работа, то есть здесь идет работа с различными источниками информации, здесь идет работа на, допустим, на соотнесение работы по образцу, на выполнение поэтапной определенной работы, и памятка, она как помощь в организации своей деятельности, эффективного использования времени. Ну и следующее, вот в самом учебнике, да, уже, допустим, мы даем непосредственно само понятие, что такое проверяемое, что такое проверочное слово, уже после проведенной практической работы, мы даем это уже, это научное, скажем, обоснование, да, этой работы. Следующий идет этап отработки и закрепления, да, цель этого этапа включения в тренировочную деятельность, то есть мы должны те полученные знания закрепить, отработать, и итогом должно быть освоение нового знания, да, освоение нового знания, освоение нового способа действия на уровне вот исполнительской компетенции, пока исполнительской. И, конечно же, это может быть самостоятельная работа, индивидуальная, в парах, в группах. Ну, здесь тоже можно смотреть, допустим, можно запланировать один бит работы, а уже в процессе работы, возможно, даже будет актуально, да, и вот работу, допустим, в группах провести, да, с обязательным обсуждением, дать такую проблемную ситуацию, чтобы дети обсудили. И, опять же, учитель выступает в роли консультанта, корректора, участника, модератора, то есть, ну, рефери такой, скажем. И следующие учебные ситуации здесь можно использовать. Проверь себя, составляем инструкцию, делаем памятку и так далее. И если касаться электронных ресурсов, то здесь у нас очень жалко представлена работа с тренажерами. Вот на закрепление знаний, например, вот в учебнике, да, задание 6, найди слова, в которых букву, слова, в которых букву, обозначающую безударный гласный звук, в первом слоге надо проверять. Далее подобрать каждому слову проверочное, вот, и дается образец написания, и дети выполняют. Следующая, вот, например, самостоятельная работа, может быть так организована, да, вот такие задания. Подбери проверочные слова, запиши сначала проверочное, потом проверяемое. Ну, я хочу вам сейчас, да, это вот работа на закреплении, самостоятельная работа, может быть, индивидуальная, или же в парагруппах в рабочей тетради. Так, хочу сейчас показать, вот так, это вот момент, сейчас я вернусь. Тренажеры, то есть вот в электронной форме учебника, работа над отработкой, закреплением уже полученного, да, какого-то знания, нового и умения, она проводится с помощью тренажеров. Тренажеры, как вы видите, они состоят из нескольких вопросов, и даются задания. Например, вот, поставь каждому проверяемому слову проверочное, например, дается слово, и внизу даются варианты слов. И детям нужно выбрать нужное и соотнести, да, путем перетягивания напротив слова, гласную, которым они проверяют. Следующие нажимают кнопку ответить, и далее они уже переходят к следующему заданию. Здесь, например, нужно выбрать, вставить пропущенные буквы. Дается, да, например, кнопка выбери ответ, и даются варианты букв, какую нужно выбрать, ребенок выбирает. Далее уже, когда все ответили, нажимают кнопку ответить и вперед. И так выполняются вот все задания тренажеры. И самое важное, это то, что, когда ребенок отвечает, да, вот проделывает тренажер, результат он может увидеть. То есть все правильные ответы подсвечены зеленым цветом, это в электронной форме учебника. Если где-то допущена ошибка, то эта строка подсвечивается красным цветом. И самое важное, что в конце, когда мы видим результат, есть кнопка «Пройти заново», то есть ребенку дается возможность пройти этот тренажер заново, еще раз закрепить полученные знания, проверить то, что он допустил, где он допустил ошибку, почему, да, то есть задание, которым красное, можно посмотреть, где допущена ошибка. И самое главное, что расположение заданий в тренажере при повторном прохождении меняется, то есть дети уже не могут по памяти, я это так, я этот вопрос был первый, я ответила так, было правильно, уже не может, ему нужно опять заново выполнять каждое задание. То есть вот в этом-то и плюс большой, то есть здесь уже идет и самооценка ребенком полученного знания. Ну и следующий момент, четвертый этап, здесь идет об общении систематизации применения. Итогом этого этапа должно быть освоение нового знания, нового способа действия на уровне произвольного использования, ну, ситуации с максимально приближенной к реальности. Ну, это может быть проектная деятельность в последующей презентации, где учитель, опять же, консультант, организатор, корректор. Следующие различные учебные ситуации можно создать, например, различные таблицы, или какое-то путешествие может быть, или же, допустим, предложить детям составить самим электронное пособие. И в электронном, и на данный момент электронная форма учебника, она, как, скажем, инструмент, да, для реализации вот таких вот заданий может быть использована. Ну и, конечно же, да, возвращаясь к нашей проблемной ситуации, здесь можно, вот, допустим, мы брали с вами ситуацию, где Ване и Ане нужно было помочь, можно предложить детям составить памятку, как правильно писать букву безударного гласного звука для учеников в лесной школе, да, вот, например, которые обратились за помощью. Вот, например, составить такую памятку, определенный алгоритм, который можно будет, дети при составлении, да, у них идет процесс запоминания, они могут его использовать и составлять. Они будут, исходя из своих потребностей, то есть, как лучше им. Ну и, естественно, обязательно должна быть присутствовать обратная связь, то есть, это должен быть контроль, самая ли взаимоконтроль, формирующая оценка рефлексия. Цель для учителя. Учитель должен получить данные, вот, для которых будут направлены для корректировки или же индивидуализации обучения. То есть, на основе полученных данных уже дальше строится своя траектория для каждого ученика. Если есть в этом необходимость, допустим, есть какой-то пробел, да, необходимо построить индивидуальную траекторию. Для ученика цель – это самоопределение, постановка личностных и познавательных задач. Ну, этот этап может быть как самостоятельным, так и частью выполнение, так и частью вот иного этапа, да, это исходит в содержание какого-то другого этапа. Ну, обратная связь, например, в учебнике мы можем при проектировании урока использовать рубрику «Проверь себя», взять, допустим, предложить детям выполнить задание номер один. Например, да, видим, какую букву надо проверять в каждом из данных слов, да, и далее предлагается выполнять это задание, почему эти буквы надо проверять, как это сделать, подбери каждому слову проверочное. Например, «Дрозды река», да, смотрим, какую букву надо подбирать и какое проверочное слово мы подберем. Ну, и в тетради учебных достижений, которые также можно использовать для диагностики, контроля, рефлексии, формирующей оценки, есть задания, да, обратите внимание, что задания включены на эту тему как базового, так и повышенных уровней сложности. Следующее, эти задания содержат мои успехи, да, то есть здесь вот рефлексия, то есть какие задания я выполнил хорошо, что вызвало интерес и так далее. И в конце тетради учебных достижений даются ключи на проверку правильности выполнения того или иного задания. Ну, да, мы с вами знаем, что в зависимости от способов и быстроты усвоения учебного материала дети могут выполнять задания повышенной сложности или же не выполнять. Но ориентировать на то, чтобы они к ним приступали, обязательно нужно. Обязательно нужно. Ну, и формирующая оценка, да, ну, вот мы видим сейчас вот на слайде, да, смысл и цель ее. Для чего она нужна? Ну, во-первых, она нужна для того, чтобы снять зависимость от внешней оценки, от внешней оценки учителя взрослых. Направлена на то, чтобы ребенок мог осознать, в чем у него проблемы, в чем у него пробелы, или же у него, да, что ему нужно сделать для того, чтобы вот научиться разрешать эти проблемы. То есть это может быть определенная планомерная работа на разработку своего алгоритма действия на преодолении каких-то задач, да, на преодолении каких-то трудностей. Ну, и обязательно, да, формирующая оценка направлена на то, что, на осознание того, как это можно сделать. И основной способ, конечно же, включения ребенка в основной вид деятельности, да, это самостоятельная оценочная деятельность обязательно, то есть это самооценка обязательно должна быть. Ну, и, конечно же, при проведении урока должен соблюдаться ритм, да, определенная организация школьного времени. Это определенная смена видов деятельности. Это может быть возраст, сообразная продолжительность отдельных обязательно должны быть у нас чередоваться, да, физкульт-минутки, соблюдается определенное количество их, исходя из первого класса и четвертого класса. Должно быть какое-то чередование умственной работы, восстановления, да, чередование различных видов деятельности, то есть мы путем переключения работы в тетради, с тетради на электронную форму учебника, да, изменения видов деятельности, мы также можем здесь ребенка, идет следующий определенный мотивационный толчок, да, к познавательной деятельности. И обязательно должно быть содержательное смысловое планирование восстановительных периодов на уроке. То есть физкульт-минутки, например, могут у нас быть тематические, да. Вот как раз тот момент, да, на сайте начальная школа, еще раз обратите внимание, да, адрес там был, именно сайт начальная школа, вот такие плашки, две, учебно-минтедический комплекс школы России, перспектива, здесь вы увидите всю информацию, и вот адрес сайта http.1-4.pros.ru То есть вы найдете на сайт начальная школа, нажав на плашку учебно-минтедический комплекс школы России, вы зайдете на страничку УМК, и увидите всю необходимую информацию. Ну, вот, собственно говоря, да, я вам показываю, и должна вам сказать, что у нас уже запущен и работает успешно наш интернет-магазин, где можно посмотреть и приобрести различные пособия для своей деятельности. По электронному учебнику также на сайте издательства просвещения можно найти всю необходимую информацию и посмотреть, вот обратите внимание по поводу уроков, я еще раз говорю, что можно также здесь найти открытые уроки с издательством просвещения, найти уроки непосредственно по начальной школе, посмотреть, взять на вооружение определенные этапы работы, форму работы и так далее. Ну и, конечно же, у нас есть Академия просвещения, которая проводит курсы повышения квалификации, квалификации, переподготовки педагогов, образовательных организаций. Да, можно записаться на эти курсы, получить удостоверение, пройти обучение дистанционно, пройти обучение. Ну, хотела бы я уже, наверное, пора нам заканчивать, да, какие-то еще дополнительные вопросы появились, посмотреть. Так, ну, вот вопрос, вопрос я немножко поняла. Есть ли электронные версии учебников? Ну, я вам конкретизирую, вот Елена, да, вот спрашивает. В учебно-методический комплекс Школы России входят завершенные предметные линии по различным направлениям, да, русский язык, литературное чтение, математика, технология, изо-музыка. Я хочу вам сказать, что электронная форма учебника есть по всем завершенным предметным линиям. То есть, можно, зайдя, допустим, на страницу издательства просвещения, я сейчас вот вернусь еще раз, так, по электронной форме учебника, да, здесь можно посмотреть, вот видите, электронный учебник, новая образовательная реальность. Вы даже простым поисковым действием в Яндексе можете набрать электронный учебник Школа России, и у вас сразу же, скорее всего, поисковик перейдет на это. Вы можете посмотреть всю информацию и посмотреть, как можно скачать демо-версию электронного учебника, да, что для этого будет нужно. Следующий вопрос. Рабочие тетради школы покупают не в состоянии. Родители теперь не должны быть при процессе обучения безработных тетрадей завершенным. Ну, вообще-то, вообще-то, вот если честно, перед образовательными организациями никогда не ставилась такая задача, да, организовывать там родителей на покупку рабочих тетрадей. Вы просто должны понимать тот момент, что в связи с тем, что у нас есть определенные требования в содержательной части учебников. То есть учебник должен иметь определенный размер, определенный вес, определенный размер шрифта, определенный промежуток, межстрочной интервал, и при каких-то изменениях, там, сампини, да, и требованиях печатных изданий, получается так, что большая часть содержательного материала, ну, она просто уходит из учебника. Рабочие тетради направлены на закрепление, да, содержит достаточно большое количество заданий, которые направлены на достижение планируемых предметных и метапредметных результатов. Конечно, вы можете не использовать рабочие тетради в своем образовательном процессе, но тогда вам придется искать дополнительный материал в интернете. Но работать или не работать с рабочими тетрадями, конечно, решать вам, да, родителям, поэтому, естественно, здесь уже, ну, необходимо будет, если вы считаете эту работу нужной, да, работа в рабочих тетради, то, конечно, тогда нужно, ну, путем проведения родительского собрания, да, принятия такого решения, родители могут самостоятельно, если считают, что данное пособие поможет детям лучше освоить знания, то, конечно, они могут купить это самостоятельно, вполне, заставлять их, конечно, нельзя. Так, если ваше пособие в электронном виде, да, то есть я уже сказала, что все электронные формы учебника, они есть, программа формирования универсальных учебных действий, информация по формирующей оценке, она также есть на сайте издательства просвещения, просто нужно зайти в раздел, на страницу сайта начальная школа, на страницу учебно-медицинского комплекса школы России, и просто по ней, просто провести экскурсию по всем разделам, и вы найдете всю необходимую информацию. Очень хотелось бы иметь полезную информацию. А какую именно информацию вы хотели бы иметь в электронном варианте? Если презентация, то вы можете ее скачать, да, вот она вполне в доступе. Ну, если хотите, там есть адрес электронной почты моей, вы можете написать письмо, вот конкретно какую именно информацию вам было бы интереснее получить. Вот я как раз, вот Ирина, да, отвечая на ваш вопрос. Следующая, Елена Легкодимова. Как и где можно скачать электронные учебники КМК Школы России? Значит, у меня в презентации будут контактные данные Центра информационных продуктов. Вот вам нужно обратиться туда, да, если вы решаете работать по электронной форме учебника, то, естественно, вам необходимо будет продумать, да, то ли вы себе его, ну, один комплект покупаете, то ли же вы покупаете на класс. Опять же, все зависит от уровня технических возможностей, потому что это вот на данный момент очень сложный вопрос. Да, вы можете обратиться за помощью, вам подскажут, как сделать, что нужно сделать. Сразу оговорюсь, что на каждый электронный учебник есть лицензия, да, если вы решаете приобрести электронную форму учебника и использовать ее как инновационную практику, то вы покупаете лицензию. На одну часть учебника она стоит 85 рублей на год. То есть это чисто номинальная стоимость получается и достаточно удобно. Так, ну, пожалуй, наверное, все уже вопросы. Так, вопрос не по теме. Подскажите, на просвещении есть личный кабинет? Смотря что вы имели в виду личный кабинет, есть сайт издательства просвещения, и вот на сайте издательства просвещения существует, да, раздел начальная школа, где все можно посмотреть. Возможно, вы просто вот напишите мне на электронку, как-то конкретизируете вопрос. Я немножко не поняла, если честно, какой личный кабинет, да. Ну и коллеги, да, наше время подошло к концу. Я очень благодарна вам за работу. При скачивании презентации у вас будут все контактные данные. Пожалуйста, пишите, я с удовольствием помогу, если что будет в моих силах, да, и с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Еще раз огромное спасибо. Спасибо за работу. Успехов вам. Ну и до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!